жертвоприношения здесь недавно мы устроили дискуссию на тему жертв в храме я сейчас расскажу дискуссию но я правильно забегу вперед что меня здесь один наш знакомый спровоцировал на вопрос да мы обсуждали в храме будут ли жертвы там и все прочее здесь это недавно вот значит то здесь это в данном в рамках данного обсуждения на самом деле в фейсбуке в рамках этого обсуждения дам я допустим я допустим считаю что желательно чтобы жертв не было жертвоприношений в третьем храме вот и я знаю здесь проблемы сейчас я скорую проблему подальше он мне говорит хорошо значит допустим значит жертв значит нет а архитектура третьего храма какая будет тут я подумал что вообще какая архитектура третьего храма он говорит ведь то что у нас там написано в наших источниках но это тогда казалось величественным а сегодня но это какая-то совершенно не величественная вещь но сделаешь такой храм и вот это вот эти храм куда которые наречется домом молитвы для всех народов кстати не скажешь он ничего там же этого приношения для всех народов да дома молитвы для всех народов но где есть но где свели он ждал величественным храмом должен быть потрясающим а ты здесь мне рисуешь в общем какой-то такой небольшой здание цитам вот-вот-вот вода и как ты его сделаешь если это было историческое здание то тогда окей там пещер махпила это историческое здание, его нельзя реконструировать. Оно есть, какое оно есть, то, что оно несет эпоху, и построено 2000 лет назад, это все замечательно. Но ты сейчас, если, допустим, ты строишь храм, что ты делаешь с его архитектурой? – Думаешь, что архитектура там не существует? – Нет, не может быть. – Я думаю, да, что они с той стороны не подходят. – Это я понимаю, что это не главное. Это, конечно, вещь второстепенная, но это интересная задачка. Придумайте архитектуру для храма. Вам дали задание. Вы архитектор. Храм сейчас строится. – Сделать потрясающую архитектуру. – Сделать потрясающую архитектуру. – Потрясающую. – Наиболее существенная вещь – это как обеспечить миллион человек прохождение через конвейер. – Это ты веаль. Нет, 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 нет. Я думаю, что не будет. – Вы не будете? – Думаю, что не будет. Думаю, нет, не хотел бы. Значит, я думаю, что не будет. Сейчас я про это все расскажу. Исходим из того, что же этого приношения животных нету. Пасхальных единенков нету. Храм – это дом молитвы для всех народов. Вот этот дом молитвы для всех народов должен быть потрясающей архитектуры. «Отлично. Это интересная идея. Прекрасно. Прекрасно. Хорошая идея. Прекрасно. Аня выдвигала отличную идею. Отличную. Как это сделать? Не, 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 не. Никаких чудес, пожалуйста. Сделайте мне архитектуру без всяких чудес». – Какое предложение? – Она сказала, что манна, которая падала с неба, каждому давала свой вкус. Это хорошая идея, но, пожалуйста, без чудес. – А вообще, Бог имеет в этом какое-то слово? – Конечно, конечно. – Ведь Он же там присутствовать должен. – Конечно, конечно, разумеется. – Но, может быть, Он что-то? – Не, 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 не. Это не годится. Это от вас. Вы должны выдвинуть предложение. – По-моему, неправильно постановка вопроса. Бог не может присутствовать. Божественное присутствие в храме и Бог в храме – это… – Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Скучка, мы не используем таких. Это все в этой формулировке. В общем, пожалуйста, пожалуйста, придумайте мне без всяких чудес, чтобы был храм, что архитектурно… – Через год проверить. – Да, да. – Пожалуйста, чтобы было действительно… То есть, разумеется, вы можете считать, что вам доступны любые архитектурные там эти самые возможности. Это понятно, да? – Ну, придумайте. Так, это интересная задачка. Я придумал некий вариант, который, разумеется, я не публикую, потому что, ну, просто это стыдно в это лезть, как бы, так сказать, публично. Это мне давно уже говорится. Надо знать книгу «Сборник задачи упражнений по иудаизму». – Такая с ответом. – Правильно, надо издать такую книжку? Ну, пусть сил не хватает. Надо сесть издать такую книжку. – Да, так что ты сказал? – Да, так что ты сказал? – В следующем году. Так, теперь, про жертвоприношение. Значит, есть у нас организация, которая называется институт храма. Институт храма занимается исследованиями храма и созданием храмовых, храмовой утвари. То есть, одежда, преросвещение, всяких там причиндалов, которые необходимы для того, чтобы храмовую службу вести. Теперь, институт храма себя позиционирует, или Махона Микдаш называется. Значит, он себя позиционирует, как музей второго храма. В той мере, как на самом деле, как всем известно, он это не скрывает, он является институтом подготовки третьего храма, а вовсе не институтом памяти о втором храме. Поэтому он делает такие храмовые сосуды, которые годятся прямо, чтобы идти с ними на храмовую гору служить. Он учит священников, как нужно правильно там делать службу. И много-много всего такого делает. Теперь, в принципе, деятельность, это, с моей точки зрения, хорошая, позитивная. Восхождение на храмовую гору – это прекрасно. Прийти в музей – это очень интересно, и на всё это посмотреть. И я это, в общем, всегда как бы очень поддерживал эти все инициативы. Сам на храмовую гору, разумеется, хожу. Я хотел напомнить, просто вы начали вопрос о музеях и храмах. Я сейчас рассказываю. Я возвращаюсь к этому теперь. Так вот, музей храма, который, как я сказал, делает много всего замечательного и позитивного, за что мы все его очень поддерживаем. Все ходим на храмовую гору, и обязательно я вам рекомендую, когда вы будете в Израиле, пойти окунуться в миг, вы пойти на храмовую гору, это всё очень-очень важно, замечательно и положительно. Не надо идти где-то. Ты приходишь туда? Ну, я сейчас, я взять не в детали, берёте, берёте путеводитель по храмовой горе, в интернете, и всё там, всё объяснено абсолютно. Он на русском языке, на русском, на английском, и вообще это всё элементарно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что год назад это движение на восстановление храма решило сделать модель пасхального жертвоприношения. То есть взяли барашка, это не жертвоприношение, это мы демонстрируем, это учебное мероприятие по тому, каким будет жертвоприношение. Взяли барашка, заезали, всё правильно зажарили, всё это было при там стечении народа, и мой один знакомый там был, и он, фотограф, его просили фотографировать. Вот. Он оттуда вышел с ужасом. Теперь напротив стояла демонстрация, что наша святость вовсе не в барашках и в их зарезании. И он говорит, что, в общем, он бы скорее присоединился к демонстрации противников. Настолько это всё было ужасно и кошмарно. Потому что эстетика вот этого жертвоприношения, она совершенно ужасна. Поэтому если оно жертвоприношение делается, чтобы нас приблизить к идее храма, то оно работает ровно в противоположном направлении. Побывав на этом жертвоприношении, он говорит, если бы я не был таким сторонником всего, я бы стал противником восстановления храма. Да, потому что это дело не в эстетике, конечно. Нет, нет, нет. Это не были оригинальные условия натура. Нет, нет. Ну, конечно, это не разобраться. Секунду. Как можно быстрее разобраться. Так, господа, господа, секундочку. Значит, после чего мы инициировали обсуждение этого вопроса с теми, кто занимался вот этим учебным жертвоприношением. И дискуссия об этом недавно имела место быть, и она есть у меня в Фейсбуке. Видеосъемка, можно посмотреть, но она вся наявленькая, естественно. Вот это переводить? Нет, нет, это переводить не надо, потому что здесь интересная дискуссия, как люди разговаривают. Там нечего переводить. Теперь, наша позиция была такой, что, значит, этот самый сторонник сказал, когда храм будет восстановлен, все будет иначе чувствоваться. И все будет иначе чувствоваться, то при креативе учебные жертвоприношения. Учебные только мешают. Понятно, да? Да, поэтому мы, прежде всего, против учебных. Но по-настоящему, по-настоящему, демонстративные, учебные, какая разница. Поэтому, но на самом деле все равно все упирается в том, будет ли в третьем храме животные жертвоприношения. И это просто очень существенно, потому что, если бы, например, допустим, проблем арабов не было, и гора была бы пустой, и не было политических вопросов, и мы сейчас восстановили храм, то все бы отшатнулись от такого иудаизма. Евреи первые, и это бы совершенно сказали, это нам абсолютно не надо, это чудовищно, это никуда не годится. Потому что никакие жертвоприношения сегодня не могут людей приблизить, они могут только людей оттолкнуть. Это у евреев, но мусульман эти массовые жертвоприношения только их привлекают. Да, но посмотрите теперь, но, секундочку, очень хорошо, мусульман они привлекают, может быть, и даже эти самые на горе Гризим, самаритяне, да, самаритяне тоже приносят жертвы, и туда стекаются туристы, и они на это все смотрят. И это все в глазах мира. Чудовищный примитив и чудовищный, значит, ужас. Совершенно учиться у этих людей духовности даже не возникает идеи. В России в этом году создано такое количество площадок для жертвоприношения, только в Москве, в Москве, 17 площадок для жертвоприношения. Прекрасно. Это развивается? Это развивается? И что? Это, как работа, источник духовности или источник призрения к ним? Духовность здесь даже не близко не лежала. Понимаете? То есть, совершенно нам понятно, что это, в общем, примитивный, чудовищный подход к жизни. Теперь, поэтому сейчас его, поэтому если наша духовность, то есть, вопрос в том, что можно ли зарезать животных для еды, это вопрос отдельный. Но даже если мы что-то делаем для еды, то не факт, что это нужно раскручивать как источник духовности. Да, у нас есть много функций физиологических, которые совершенно не требуют обязательно их, так сказать, пиара. Да, действительно, для этого приходится зарезать животных. Да, действительно, люди их едят. Но совершенно не факт, что это нужно сказать, что вот наша духовность в этом заключается. Потому что это просто всё, если бы не было арабского проблемы, то было бы гораздо хуже. Начни бы сегодня восстанавливать храм с жертвоприношениями, просто было бы, что люди от иудаизма просто отшатнутся. Да. Я с этим согласна, я понимаю. Я, скорее, на вашей стороне, вот в этом. Но вопрос в том, что если уже вот от этого отойти, вот у меня волновал этот вопрос, как далеко мы можем идти в непослушании? Потому что если мы прямо от этого отходим, ну это так, вопрос. Я понял вопрос, да. Ответицы. Я понял вопрос, да. Теперь всё хорошо. Значит, а теперь вопрос, а можно ли вообще говорить об отмене жертвоприношения, когда тара, полна заповеди жертвоприношений? Если тара это прямо заповедует, то можем ли мы говорить, что это чему-то не соответствует моим эстетическим или каким-то этическим взглядам? Ведь тара нам однозначно это говорит, что нужно жертвоприношение. И молитвы тоже говорят, восстанови жертвоприношение. Так как же вы идёте против тары и молитвы всей этой агитции? Это был вопрос. Правильно? Да, но ещё. Хотя я понимаю, вот с этим... Сейчас, я не же отвечу. Это далеко дальше? Я тихоночку, ещё, когда мы... Этот вопрос, он и есть. Ответ. Этот вопрос рассмотрен Равом Куком подробно. Это не вопрос, как далеко или как недалеко. Вопрос. Можно ли отменить животные жертвоприношения? Вот этот вопрос должен быть задан. С точки зрения артодоксального иудаизма и полного соблюдения Галахи. Вот это вопрос. Это в этой книжке описано? Нет. Какой? Которая убежит колоний. Нет, нет, нет. Это не описано в этой книжке. Там только базовые вещи по Раву Куку. Этого нет. Теперь Рав Кук в своё время написал статью, которая называется «Идеал вегетарианства в иудаизме». И написал об этом ещё там разные материалы о жертвоприношениях. И написал так, что когда люди едят животных, то есть необходимость духовная приносить животных в жертву на жертвенники. Но если люди не едят животных, то нет заповеди приносить животных на жертвенники. Что касается того, что втореет написано прямым текстом, то в будущем Сангедрин соберётся, когда будет храм, и постановит, что стих такой-то, прямо указывает стих, в котором написано, что все жертвы – это хлеб Бога, лехом. Хотя слово лехом сегодня понимается в этом стихе как еда, просто лехом – это еда, это хлеб, но одновременно – это еда, просто еда, всякая. Поэтому все жертвы, они называются лехом. Так вот, хотя сегодня мы толкуем галаху по таре так, что жертвы должны быть жертвами, а лехом – это их общее описание, Сангедрин поменяет трактовку этого стиха и скажет, что все жертвы заменяются на лехом, на хлеб. И поэтому, когда люди перестанут есть животных, то Сангедрин поменяет галаху в поднимании этого стиха и останутся только растительные жертвоприношения, а животных не будет. Я не влезаю, я не влезаю в Кайнавель, сейчас, секундочку. Итак, еще раз здесь. Раф Кук говорит, первое, вегетарианство является идеалом иудаизма. Желательно не есть животных. Второе, что-что? Из того, что в раю этого не было. Теперь. В раю этого не было, в Ганетен этого не было, и поэтому это идеал. Теперь, однако, это идеал, который нельзя к нему призывать. Есть идеалы, которые можно призывать, а есть идеалы, которые нельзя призывать. Само растет. Когда само растет, тогда и растет. Поэтому не надо его торопить. Теперь. Пока этот идеал не достигнут, есть необходимость животных жертвоприношений. Если этот идеал будет достигнут, то нет необходимости в животных жертвоприношениях И сангедрин, который будет при восстановлении храма, поменяет понимание этого стиха. Видимо, без сангедрина храм не восстановить. Нужен некий уровень решений, потому что когда храм восстанавливается, нужно принимать принятие таких ответственных решений, которые без сангедрина сделать невозможно. Теперь, дальше. Поэтому вопрос о том, будут ли в начале строительства храма животные жертвоприношения, зависит от того, что наступит раньше – вегетарианство человечества или построение храма. Если храм строится в ситуации вегетарианства, то и не нужно животные жертвы. Теперь. А наоборот, то нужны животные жертвы. Ну и ещё третий вариант жертвы будет построен вегетарианство храма. Это общая схема. Два еврея применения. Ну хорошо, я же, и таким образом ваш вопрос. Как далеко можно зайти? Есть ответ совершенно другой. Именно по этому поводу Рав Кук объяснил, какая может быть изменение. Поэтому это не то, что это можно эту схему провести на другие вещи. Никуда нельзя зайти, потому что это только конкретно это и разъяснено. Рав Куком. Теперь. Дальше. Значит, таким образом мы находимся с моей точки… Я рассказывал свою концепцию, что есть три стадии Машеха – Саул, Давид и Соломон. Я рассказываю. Поэтому на моём понятии сегодня происходит переход от Саула к Давиду. Переход от Саула к Давиду возрождается интерес к храму и храмовой горе, но построить храм ещё нельзя. Поэтому построить её можно будет, когда будет эпоха Соломона. Это будет не в ближайшую пятидесятилетку, а через одну пятидесятилетку. Поэтому, значит, до этого ещё мы успеем всё сделать. Теперь вопрос дальше. Оценка. Оценка. Скоро ли человечество перейдёт на вегетарианство? Ваша оценка. Сколько лет человечеству до перехода до вегетарианства? 20-30 лет. Вот я с этой оценкой совпадаю. Пара десятков лет. Почему пара десятков? Причина очень простая. Это производство, технология, получение абсолютно вегетарианского мяса, которое по форме, консистенции, составу и по всему прочему абсолютно не отличается от натурального. Эта технология у нас на породе. Через пару десятков лет она заведомо станет дешевле обычного мяса. Как только она такой станет, начнётся движение за запрет обычного мяса. То есть, по вашему ноуку было заповедано есть животных, потому что... Не было заповедано, было разрешено. Нет, нет, ну было сказано, что будете есть. Нет, это разрешено, это не заповедано. Так что было желание есть, до потопа не было желание. Это отдельный вопрос. Ноуку не заповедано есть животных, ноуку разрешено есть животных. Ну хорошо, разногласия здесь, но значит только потому, что не было другой еды? Нет, нет. Это определённая система взаимоотношений между человеком и миром. сегодня эта точка пройдена сегодня это исправлено то есть я думаю мое мнение что вегетарианство придет не в связи с тем что людям просто не захочется мясо в связи с технологией это полное вегетарианство послушайте но есть ли у вас соевые сосиски имеют вкус мяса то что изя соевые сосиски не сильно что зачем все годы что невозможно что он сказал что не гораздо хуже этого до ваш вкус они гораздо хуже а завтра а завтра они станут неотличимы с моей точки зрения это пара десятилетий пошли дальше да можно задать да вы не затрагивайте теологическую основу жертвоприношений основа заложена в каиде и идея в том что это животные приносится взамен человека за его другой ответ понял ваша вопрос ответ я понял животное приносится взамен человека то есть только если для человека у него есть в его доме домашние животные если он так ощущает если он животное купил на рынке за абсолютно обезличенные деньги никакой связи с этим животным не ощущает то никакой нагрузки идеологической такое же это подошли не потому что животные были для них частью их мира и они не являются такими для нас поживших место ицхака напоятность хака он был барашки были частью их пространство барашки были частью их работы барашки были частью их жизни а сегодня никак вы меня являются поэтому же это приношение животных не выполняют той психологически социально-экзистенциальной функции как они выполняли в древности это даже было что ему нужно это приятного нет ничего подобного богу это абсолютно безразлично благоухание это только для нашего воспитания вся цель же это приношений просто это было бы совершенный друг поклонством полагать что богу нужны же это приношение разумеется богу никаких же это приношение не нужны как они они нужны только для нашего воспитания кто но например я сейчас не обсуждают детали детали как понимаете теперь это то есть очень нет нет называется называется баба ради меня обратно до пути назад нет вообще принципе вот поэтому мое просто мнение что никакого варианта восстановление что прошение нету то есть это невозможно по целому комплексу причины а как это технически будет осуществлено я думаю что будет вот так как я рассказал технически но по сущности просто его нет нет этого возврата